Часто я даже не знаю, как начать этот видеоролик, поскольку ситуация довольно-таки странная. Сегодня 27 ноября, это по сути ровно год, когда мы добыли PlayStation 5, вышла она чуть пораньше, но именно в этот день, год назад, мы с братом забрали данную консоль с магазина, именно с магазина Эльдорадо. Нам повезло ее добыть, поскольку сами знаете какие времена, но прошел уже год и должно в принципе появиться то, что можно рассказать о PlayStation 5 за год использования, но я этого сделать затрудняюсь. Данный видос будет очень субъективным, поэтому попрошу его не приравнивать к фанбойству, я просто вам расскажу о ситуации, которая по сути была за год. Начнем с года 2014-2015, когда PlayStation 4 была мега идеальной консолью для всех, от которой все пищали и визжали, ну а Xbox даже близко не рассматривали, ибо многие ее просто презирали и приравнивали к говну. Как вы знаете, я не понимал всего этого, ибо понимал, что люди были слепы во многих вещах, ибо попросту не разбирались в консолях и смотрели по большей степени на рекламу, слушали популярные мнения и просто на это все велись. Напомню, что сейчас 21 год, уже прошло как 6-7 лет, и PlayStation до сих пор в головах у многих остается фаворитом. Я не хочу с этим спорить, поскольку у большинства это реально осталось именно так, и несложно вообще признать, что PlayStation очень хорошо обходит Xbox Series по продажам, даже несмотря на отсутствие супер дешевой версии консоли, которую можно было бы сравнить с Xbox Series S. Кстати, если вы все еще не можете найти консоль нового поколения, и самое главное, не знаете, где взять PlayStation 5, советую искать на e-каталог. Тут вы и технические характеристики сможете найти, и самые выгодные на сегодняшний день доступные предложения, сможете почитать отзывы других ребят и понять, насколько PlayStation 5 кому-то понравилось, а кому-то нет. Ну а также тут можно легко и просто сравнить консоли между собой, чтобы окончательно определиться в выборе. И да, тут еще динамика цен есть. Поэтому, если ищешь себе новые консоли, аксессуары к ним, какой-нибудь новый моник или прочую электронную технику, то используй e-каталог, поскольку он доступен теперь и в Казахстане. Поначалу я был действительно рад, что PlayStation 5 появилась в моем доме, ибо раньше я никогда не мог бы представить, что на старте консоли я смогу опорвовать две версии, и от Xbox, и от PlayStation. Да, конечно, я за этим никогда не бежал, потому что в моей голове всегда было четкое понимание того, что я хочу, и я не нуждался в двух консолях, но так уж получилось, и в принципе я был этому рад. Поначалу от PlayStation 5 у меня было даже больше эмоций, чем от долгожданного Xbox Series X, поскольку плойка пятая, она шагнула чуть вперед, навстречу какой-то новизне. Там был новый дашборд, в котором было интересно и непонятно копаться, все это там смотреть, изучать, но это, знаете, чувство подобное тому, как будто ты покупаешь новый телефон, там, новое меню и так далее. У консоли еще был новый инновационный геймпад, от которого я реально поначалу был в шоке. Пожалуй, именно он принес мне самые яркие и офигенные впечатления, поскольку новая вибрация поначалу действительно была чем-то инновационным для меня. Потом, кстати, спойлер, ты к этому привыкаешь, и все эти фишки уже не особо впечатляют, и даже чем-то мешают, ну, что касаемо адаптивных рук в шутерах. И, на мой взгляд, ситуация почти такая же, как с DualShock'ом. Сделали демо-версию игры, и, как бы, немножко все приутихло. Помимо всего, мне повезло, что вместе с Плойкой 5 вышел проект, который я не мог пропустить, а именно спин-офф про Человека-паука. Люблю этого героя просто до безумия. И там я также остался под впечатлениями, и, кстати, не понимая тех, кто как-то его смешивает с говном и окрещивает с какой-то халтурной подделкой. Бейси нехороший спин-офф, который стал лучше и принес очень хорошие эмоции. Нельзя не отметить и не кинуть респект за то, что Sony очень хорошо поддерживает наш регион. Первое. Любая эксклюзивная игра по-любому будет переведена на русский язык и переведена не абы как, а с хорошим дубляжом. И это вот прям реально классно, что ты проникаешься полностью в игру, ты не отвлекаешься на субтитры и получаешь от игры прям максимум. Второе. Это то, что Sony держит свой магазин в рублях, и там ты не гадаешь, сколько снимут, а сколько нет. Ну, а также то, что ее подписки можно без проблем приобрести через консоль, они не обращаются к дистрибьюторам, как это сейчас на Xbox. В этом Sony реально красавцы, за это плюс и реальный респект. Единственное, что в плойке мне не понравилось за все это время, так это ситуация с обновлением. Дело в том, что консоль у меня стоит по большей части у брата, и было дело так, что она должна была обновляться в какой-то момент. Да, мы ее просто не обновляли, ну, потому что до туда интернет просто не дотягивается. И когда я перенес ее сюда, где интернет нормальный, захотел либо скачать, либо просто поиграть в игру, вот точно не помню, по-моему, скачать обновление, да, я не смог этого сделать, поскольку сама консоль просила обновления, и пока ты не обновишься, он тебе якобы этого сделать, ну, просто не даст из-за системы защиты. В общем, я ставлю на обновление PlayStation 5, ну, дабы все-таки нужно, да, и она у меня просто не обновляется. Выскакивает табличка, мол, чувак, нужно сделать вот это, вот это, да, но ничего из этого мне просто не помогло. В итоге мне надо было залезать на форум PlayStation, искать решение проблемы, и надо было там скачивать на флешку обновления, по-моему, какую-то папку или что-то еще, вставлять в PlayStation и обновляться. Мне эта ситуация крайне не понравилась, потому что она не какая-то там критичная, да, на Xbox'е, ну, такой трабл происходит, когда обновление либо прервалось, либо сеть, либо там кто-то выключил консоль, отрубили свет, ну, вот в таких моментах, да, плойка просто стояла, и ничего не предвещало беды, и тебе надо как-то этим париться, как-то выходить из ситуации. Короче, на мой взгляд, что касаемо системы обновления, это минус. Вот у меня была такая ситуация, мне это не понравилось. Помимо этого, бывало пару раз такое, что у меня зависала игра, отключалась плойка, кстати, когда вот отключается плойка, у меня почему-то вот прям вот, я не знаю, сердце замирает, потому что она отключается как страшно, табличка, типа не выдергиваюсь там с питания и там подобное, как-то с Xbox'ом в этом плане немножко попроще. Если даже брать эти факторы, то ни в коем случае нельзя сказать, что там плойка какая-то плохая консоль. Нет, это прекрасная консоль, но, к сожалению, за год я пришел к выводу, что она просто мне не нужна. Да, вы знаете, что у меня есть Xbox Series и мне нравится в целом Xbox, но я далек от фанатика, люблю смотреть на вещи здраво и поэтому в моем случае я понимаю, что иметь две консоли, это немного дорого, и я бы сказал бы бессмысленно. За все это время, за 365 дней, я включал PlayStation, наверное, раз 30 максимум. Раз 20, чтобы пройти Человека-паука и поиграть в улучшенную версию первой части, там раза 2 для того, чтобы поиграть в раннюю бету новой колды, ну и, наверное, раз 8 для теста игрушек и так далее. Да, понятное дело, что может быть и больше 30 раз, но поймите, что я включал ее не так часто, и это не потому, что она находится в комнате брата. Другие игры, а именно мультиплатформенные, мне были на ней не особо интересны, ибо мне проще было бы их взять на Xbox, поскольку многие из них, а именно там новинки, я смог поиграть на халяву, ну а-ля Black for Blood. И поэтому какой-то нужды покупать какую-то неэксклюзивную игру, а именно мультиплатформенную, для плойки. Лично у меня нужды не было вообще. Ибо в онлайне на плойке я не играю, ибо все мои друзья на Xbox, да и как-то принципиально пробовать игру на плойке у меня желания не было. Не видел в этом смысла, короче, особо. Кстати, сам брат, который по сути является официальным обладателем плойки, включал ее намного больше, поскольку он проходил эксклюзивные игры, Uncharted, Days Gone, Last of Us, начинал проходить Бога Войны и так далее. Кстати, Last of Us ему капец как зашел, он меня уламал в него поиграть. Я понимаю, что это очень классная игра, интересная, но мне неинтересна эта история, поэтому я просто мимо кассы. И тут, если не отходить далеко от тем эксклюзивов, я в который раз понимаю, что эксклюзивы это та причина, по которой покупали и будут покупать эту консоль. Такие вещи, как дашборд, геймпад, я не знаю, скорость, разрешение и так далее, в этом случае это не такие главные вещи, как игры. На самом деле, нельзя поспорить с тем, что плойка имеет очень хорошие франшизы и очень качественные проекты, в которые хотят поиграть многие. Как-то бессмысленно засирать их, я не вижу смысла, ибо аналогов таких проектов действительно немного. Да, понимаем, вспоминаем, что в некоторые из них мы теперь можем поиграть на ПК, но тут лишь я рад за ПКшников, и не более. Понятное дело, что плойка и дальше будет получать сногсшибательные проекты, там, продолжение Паука, выйдет Росомаха, Новый Бог Войны и прочее, и как бы их можно было попытаться ждать на ПК, но это будет явно не скоро. Если вспоминать о старте плойки 5-й, на мой взгляд, он был ярче Xbox Series, поскольку Sony позаботилась, чтобы предоставить хоть какие-то стартовые эксклюзивные тайтлы для новой консоли. Ratchet, Pauk, Demon's Souls, и, несмотря на более явную тягу только в Пауку, все равно считаю, что Sony подготовила свою консоль к старту лучше. Но тут проблема в том, что я обсуждаю данную консоль спустя год, и понимаю, что, по сути, за этот год каких-то истинных причин включить конкретно эту консоль, повторяясь именно в моем случае, особо не было. Если ответить по-простому, то я прошел Паука и тупо забыл эту консоль. Опять же, если сравнить с тем же Xbox, я его включал, ну, почти каждый день. Из моего рассказа, скорее всего, у вас сложится, что я отношусь к плойке как-то негативно, и тому подобное, но нет, вы далеко ошибаетесь. Я отношусь к ней более чем положительно, и понимаю, что, несмотря на равнодушие и неиспользование данной консоли для мультиплатформы, которая, кстати, и заставляет включать всю часть, на счету или иную консоль, у PlayStation 5 будут проекты, которые забайтят очень много ребят на покупку и, соответственно, меня на ее включение. Да, может быть, плойка включается не так часто, но, как говорится, у нее такая стратегия, что стреляет редко, но метко. Кстати, ближайшая дата, в которую я ее включу, так это, чтобы пройти сифу. Я люблю драки, и она меня забайтила. Ну, красиво смотрится. Поэтому за целый год использования, если, конечно, можно так говорить, то хочу еще раз вам сказать, что если вдруг у вас в доме есть Xbox, то плойка нужна будет вам чисто ради экзов. Да, понятное дело, что есть куча игроков, которые играют только на PlayStation, FIFA, колду и прочие видеоигры, но это был мой личный случай, мой рассказ, и поэтому здесь попрошу без хейта. Как и в случае с Xbox, я желаю плойке в 2022 году показать намного больше каких-то эксклюзивных проектов, которые лично меня заставят включать ее намного чаще, даже несмотря на то, что у меня в доме будет Xbox. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видосик. Если вдруг вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, как вы владеете двумя консолями сразу, на какой играете больше всего, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч.